Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже сами можете предлагать им, если клиент не знает, что же ему еще улучшить. Роль JS в индексации сайта. Да, важная штука, особенно последний год. JS все больше и больше в коде. И я покажу, чем это может быть опасно для SEO. Дубли товаров, проблемы с коробкой. И еще одну проблему из коробки покажу, если будет у меня там лишние 3 минутки. Так, скорость загрузки. Вот такие 3 параметра придумал Google Поиск, то есть команда Google Поиска для оценки скорости загрузки каждой страницы. Не сайта всего, прям постранично оценивается. Загрузка наибольшего значимого контента. Я сейчас по всем этим параметрам расскажу, вот всем трем, что это такое, что это значит, и как вообще правильно мерить, и на что они влияют. Показываем пример. Возможно, вам часто тыкали клиенты вот в эту утилитку, да, PatchSpeedInside. Это как раз пример на Мадженте моего клиента Ars. Сейчас покажу, что это, как выглядит страничка. Ну, то есть это страница категории, вон, плытка для педлоги, тернопольские ребята. Все, вот оно так грузится, трали-вали, трали-вали, нормальная страничка. И вот эта оценочка 16 баллов, это прям классика, ну, то есть до 20 баллов, даже от 6 до 20. Это классика, которую вы можете увидеть, запихнув в этот тест любую страничку на Мадженте. Вот, она всегда дает такие показатели. Клиент может увидеть, скажет, ай-яй-яй, что вы наделали, что это у вас за система такая. Я хочу зеленую зону. Так вот, я вам покажу, куда вообще смотреть. Смотрите, здесь есть вот эта вот оценочка 16, есть 4 показателя, есть еще группа показателей. И ниже, ну, рекомендации автоматические, которые эта система оценки выдает всем подряд. Так вот, смотрите, вот эта вот нижняя часть, имитация загрузки страницы, это бот из Калифорнии заходит на наш сайт и замеряет эти параметры. И посмотрите, какие они огромные, 15 секунд, 38 секунд. Ну, то есть это невероятные правды, параметры, время для интерактивности 38 секунд. Почему? Да потому что из Калифорнии он заходит. И вот эта оценочка 16 берется из имитации загрузки. То есть вы понимаете, когда клиент скажет, что за 16, ну, так, блин, извините, нельзя опираться на этот тест, потому что бот из Калифорнии. В Украине, небось, он заходит. Ну, или куда там. В общем, в любом случае, далеко куда-то. А вот здесь выше параметры, которые берутся из браузера Chrome. Chrome у всех пользователей замеряет статистику захода на каждую страничку пользователям и передает ее Google. Замеряет как раз вот эти вот все параметры и уже на основании этих параметров, то есть реальной статистики захода пользователей с того места, где они находятся. То есть, ну, если сайт у нас для Украины, пользователи в основном в Украине, естественно, у них быстрый будет обмен данными и хорошая статистика. Вот именно эти параметры используются для ранжирования сайта, да, для того, чтобы как-то оценить, он хороший или плохой для Google и поставить его на первое место там или на пятое. Так вот, обратите внимание, что здесь их вроде бы как четыре параметра, но только три из них помечены вот такими синими значочками. Вот это и есть самые важные параметры данных, которые будут участвовать в определении ценностей. Здесь в имитации загрузки страницы два. Не возникало ли вопроса, почему здесь два, а здесь три? Вот это, кстати, даже наши специалисты в отделе, никто не знает, наверное, почему здесь два, а здесь три. Потому что здесь отсутствует, вот внизу в имитации загрузки страницы, вот этот First Input Delay. First Input Delay – это задержка от клика сайта на любое действие пользователя. Ну, не на любое, а на клик, либо там подвинуть ползуночек, либо ввести в поле какое-то значение, там, не знаю, поиск нажать. Ну, то есть на скролл это не распространяется. Ну, в основном это клики. Задержка от клика после клика. Бот не может имитировать клики, потому он, в принципе, не может оценить в искусственной имитации этот параметр. Очень несложно. Так, ну здесь этот скрины, как она загружалась. И здесь рекомендации. Ну, окей. То есть я основное вам хотел показать, что есть имитация, есть реальная статистика. Если страничка малопосещаемая, ну, в принципе, там мало еще людей, эта статистика не успевает набраться, и здесь ничего не будет, пустота будет. Видите, тут написано, по данным наблюдение за последние 28 дней. Да, страница не отвечает, потому что эти параметры у нас не в зеленой зоне, все три должны быть в зеленой. То есть клиенту можно говорить, что смотри, друг, вот сюда. Окей, сейчас я расскажу подробно про эти три параметра, потому что я вот уверен, вам или уже ставят ТЗ на их улучшение, либо вот-вот будут. В общем, сейчас расскажу. Итак, LCP, первый параметр. Самый большой контент, самый большой значимый контент на страничке. Что с ним делать? Нужно всего лишь на каждом типе страниц, то есть главная, категория, товар, не знаю, страница контактов, то есть есть же типы страниц, да? На каждом типе страниц определяем, какой же элемент является наибольшим, и настраиваем загрузку страницы таким образом, чтобы этот элемент грузился как можно раньше. Как определить, какой элемент на каждом типе страницы? Первое, можем посмотреть вот в PageSpeed Insight, внизу здесь есть в рекомендациях загрузка наибольшего элемента. Вот она, отрисовка самого крупного элемента. Открываем ее прямо, ссылочка на нашу картиночку. Смотрим, что это такое, это первый товар, изображение первого товара, ну, логично, понятно. Но это взято из имитации загрузки страницы, вот там, у него может быть расширение экрана, не такое, как у большинства наших пользователей. То есть он, например, смотрит 360, там, сейчас скажу, сколько он смотрит, 12, вот, я специально поставил эту штуку, 360 на 640, в таком разрешении смотрит Google. Вот, вот все, что он видит здесь, он оценивает, ну, вот этим, имитацией загрузки страницы. Телефоны у нас все лучше и лучше, разрешения все больше и больше, и может быть такое, что у большинства пользователей, ну, уже там, два товара видно. А если у нас, ну, рассчитано на пользователей, я не знаю, в Казахстане, например, да, то есть там, в принципе, ну, слабенькие телефоны, или, не знаю, Ближний Восток, там, Сирия какая-нибудь, Турция. У них слабенькие телефоны, и два нижних экрана вообще, ну, не экрана, а два нижних товара не попадают. Итак, значит, как оценить вручную самый большой элемент? Загладки Performance, берем ее, перезагружаем. Оно сейчас перезагрузит нам страничку, замеряет все эти параметры, и мы увидим, откуда вообще Chrome берет статистику и передает ее вот сюда. То есть у него есть встроенный инструмент замера вот этих вот всех штук. В закладке Performance это все видно. Сейчас он догрузится. Да, 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 нужно чуть подождать. Троттлинг мы не ставим. Опачки, есть, хорошо, быстренько. Итак, нас сейчас интересует LCP. Вот нам прямо он подсвечивается. Наводим сюда мышеньку нашу. Слева нам подсветило. Ага, то есть на всех страницах каталога товаров самый большой элемент – это всегда первое изображение товара. Картиночка, да? Но это в нашем случае. Может быть, вообще не так. Например, может быть, что вот эта плитка для бидлоги, надпись, она настолько большая, что это является наибольшим элементом. А может быть, логотип наибольшим элементом. У меня такое реально было. Нам нужно сделать, подгрузить ее как можно раньше. Кстати, вот здесь вот что мы можем сделать. Если я навел, видите, слева написано название Image Product. Фото Lazy Load. Итого. Lazy Load, естественно, подружается в конец по скроллу, по появлению… Ну, есть же разные варианты. Или по скроллу, или по появлению в видимой области экрана. Кстати, всегда делайте по появлению в видимой области экрана. Никогда по скроллу. Потому что Google Bot, когда смотрит нашу страничку, анализирует ее содержимое, он не скроллит ее, а расширяет видимую область. Поняли? То есть нет события скролла для него. Если нет событий скролла, могут просто тупо не подгрузиться вот все остальные элементы, и он их вообще не увидит. Скажет, у вас страничка голая, ничего нет. По появлению видимой области. Дальше. Так, а что я хотел показать? Ага. Убираем Lazy Load. То есть в данном случае мы убираем Lazy Load. Если знаете еще какие способы управлять порядком загрузки элементов страницы, это вообще отлично. Потому что у нас, ну чуть ли не каждый второй, третий разработчик на проекте говорит, что, а как нам изменить порядок загрузки на страницу. Он у нас, у SEO-шников спрашивает, потому что мы, в принципе, не можем знать. Так что, если вы знаете, это супер. Важная штука. Видите, не все знают. Так, делаем так, чтобы обжался, как можно раньше. Ну, окей, несложно. First Input Delay. Самое сложное. Задержка реакции страницы на клик пользователя. И вот здесь как раз играет роль вот все, что я здесь перечислил. Счетчики, отслеживание, всего и вся. Google Analytics, Facebook Pixel, есть спутники, всякие системы отслеживания, да, там, кто куда ходил. Все, что в Google Tag Manager, теги и переменные. И вот для меня было открытие, когда я следовал вопрос, клиента реальная задача была увеличить скорость загрузки. Переменные в Google Tag Manager влияли больше всего. Переменные, они вроде бы как... Ну, это не то, что исполняется в GTM. В GTM и теги исполняются. А переменные, я бы очень удивился. Но там, оказалось, в переменных были какие-то скрипты неизвестные, которые там два года назад зачем-то поставили. Я их просто удалил. Кстати, там надо именно удалять, а не на паузу ставить. Ставишь на паузу, ничего не меняется. Так же самое все тупит. Дальше. Тяжелые запросы к базам данных. А вот еще хотел сказать, что бывает часто пиксели в Facebook, их несколько штук может быть на одной страничке. Вот что-то клиент сначала у одного агентства поработал, потом не понравилось ему, пошел к другому. Другой агент поставил свой Facebook пиксель. А Facebook пиксель, по-моему, 1,4 мегабайта весит. Представляете? То есть он грузится вместе со страницей. Ну, это очень много. Плюс в GTM могут быть Facebook пиксели. И отдельно Facebook пиксель просто в коде размещен. То есть это тоже все дубли, надо это все выявлять. Тяжелые запросы к базам данных. Запросы к таблице 3, через посредника таблицу 2. Вот такое реально было. То есть мы TZ поставили разработчикам. Это только может делать специалист по базам данных. Понятное дело, что обычный фронт-энд вряд ли такое сделает, потому что очень в SQL надо разбираться хорошо. Да, если, например, с таблицы 1 нужно взять какие-то данные из таблицы 1 и из таблицы 3, оно, например, путь запроса идет через вторую, которая в последней ненужной, но создает нагрузку. Вот эти моменты исправляем. И дубли запросов, когда один и тот же, одни и те же данные запрашиваются несколько раз, хотя они вроде бы как уже раз получены, можно было их использовать. Это в целом, в принципе, уменьшаем нагрузку на серваки и на интернет-магаз. Многие особенности, которые происходят при каждом клике. Да, вот здесь вот этот пункт, то, что нельзя заранее предугадать. Каждый сайт особенный, особенно если он старый, там по-любому куча уже каких-то костылей сделана, которые были сделаны разработчиками до вас. Вы вообще о них можете не знать. То есть надо исследовать, смотреть, какие процессы происходят при клике, например, переходе с одной странички на другую. Там может быть что-то такое, что вы не знаете, что это такое, зачем оно нужно. Оказывается, оно вообще уже и не нужно, а занимает 60% нагрузки на процессор браузера клиента. Дальше откладываем загрузку всего, что не нужно сразу, например, онлайн-компьютант или другие виджеты. Вот, живо сайты всякие. Что у нас еще есть? Вот это вот телефонные эти консультанты. Сейчас, как оно? DetailNet. Забыл, как они называются. Ну, в общем, у многих эта штука есть. Кстати, оно сейчас открою. Вот у этих моих ребят. Ребят, да, оно сейчас тут всплывет. Вон оно, кнопка связи. Что это такое? Binotel, вот он, Binotel, точно. Каждый ставит Binotel. Он прям грузит очень сильно. Вот, всплываха справа вылезла, тоже грузит очень сильно. Все откладываем. Опа, у меня уже времени мало. Сейчас будем ускоряться. Да, откладываем загрузка всего, что не нужно сразу. Я рекомендую откладывать ее на 6 секунд. Откладываем на 6 секунд. Все было на тот момент. Уже замеры произведены и отправлены в Google. Да и, в принципе, пользователь уже начинает что-то там скролить, тыкать на страничку. Через 6 секунд можно грузить все остальное. Кумулятивный сдвиг макета. Что это такое? Вот ребята из Google показали прямо максимально доходчиво. Смотрите. Заказали 56 товаров. Думаю, отменить. И тут сверху подрузился баннер какой-то, который сдвинул все вниз, и человек нажал туда, куда не хотел. И вот, видите, как он недоволен. Вот туда тоже у них пример есть. Когда какой-то элемент появляется сверху и сдвигает все, что вниз. Вот Google очень не любит это дело. Это разрушает пользователя, и это все замеряется и наказывается за это. Фиксируем все элементы. Можно использовать плейсхолдеры, можно использовать скелетную загрузку. Скелетная загрузка, я вам покажу сейчас, на YouTube она есть. Уже не все знают. Давайте YouTube. Серая, видите? То есть элементы, которые имитируют, что вот сейчас на том месте появится что-то похожее. Вот это скелетная загрузка. Никакого сдвига при этом нет. Серые квадратики или кружочки, или там полосочки, которые говорят, что здесь будет текст. Так, погнали дальше. Компромисс скорости и затрат. Итак, клиент говорит нам, хочу в зеленую зону. Зеленая зона – это 90 плюс процентов. Как только мы заходим в желтую, в желтую, кстати, тоже очень тяжело зайти. 90, сейчас скажу, сколько. Ну, где-то процентов 80 интернет-магазинов вообще всех в красной зоне. Вот мы, когда начали изучать этот вопрос, начали замерять наших клиентов, кто в какой зоне, какие баллы. Да все почти в красной. Мы еле-еле нашли в желтой один или два магазина из, не знаю, 60 штук. И те оказались на самописных движках, то есть на джем, которые они смогли как-то оптимизировать. То есть в желтую только зашли, в зеленые вообще ни одного не было. Соответственно, если никого нет в зеленой зоне, достаточно попасть в желтую. Это только про интернет-магазин имеется в виду в нише. Заходим в желтую, да, и скорость работы сайта визуально устраивается. Не хочется покинуть через минуту использования, то есть туда сбежать не хочется. Не сильно бесит это дело навигация по страницам. Этого уже достаточно. Все. Вот этот first input delay, важная штука, да, когда ты кликаешь, нужно, чтобы быстро он откликался. И все. Дальше клиенту выйдет четырехкратные затраты на то, чтобы зайти в зеленую зону. И все равно можете не зайти, вы можете сделать все вообще по всем рекомендациям. И все равно там 60-70 баллов у вас будет, и больше никак. Так. Иначе поломается весь функционал. Вот так вот. Дальше. Региональность. Покажу вам уже так. Так. Зачем она нужна? Есть такая функция, да, умножайте, регионы можно подключить. Итак, есть запросы, которые не привязаны никак к региону. Например, купить iPhone 12. Вбиваем его в Google, и мы видим, вот я с Харькова, например, вбиваю его. У меня определяется Google-ом регион Харьков, что я там нахожусь. Я вбиваю его, видите, без региона, купить iPhone 12. У меня вся выдача Киев или Украина. Потому что этот товар люди готовы получать по почте, отправлять. Это недорого, он маленький. Нормально. Киев или Украина. То есть для этого товара региональность, в принципе, не нужна. Можно одну версию сделать, киевскую, общую, украинскую, и готово. А вот вам запрос купить цемент. Без города, видите? Тут у меня нет, не указано город. Вся выдача Харьков, 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 Харьков. То есть есть товары, которые человек хочет покупать только рядом с собой. Например, дорогая доставка или могут повредить ее при доставке. В таком случае, если у клиента подобный тип товаров, ему без региональности не попасть вообще на другую, ну, выдачу по другому городу. Он будет тараховать только в своем городе, в котором он находится. Он находится в Одессе, попробуй что-то продать такое в Днепре. Потому что там вся выдача будет днепровская. Нужна страничка под Днепр. Обязательно. Вот на Комфе сделана хорошо региональность. Я уже сейчас не буду показывать, но там можно посмотреть, они очень заморочились с этим. JavaScript. JS-составляющая в индексации сайтов. Смотрим. Вот это очень важная штука. Что Google говорит, что может рендерить JS. Ну, это неправда. Всего 1% сайтов, страничек действительно отрендерены Google. И он видит контент, заключенный в JS-скриптах. Почему? Я вот вам объясню. У Кравлера не хватает ресурсов на эту затратную операцию. Она прям мега затратная для них. И для Google сейчас большая проблема ресурсов, чтобы сканить все странички в мире. Ну, представляете, да, какие там невероятные должны быть дата-центры и все прочее. Поэтому они сделали как? Они сканят HTML-версию, чисто вот код, который он видит, простой, анализирует весь контент, который есть там, и JS не рендерит. Хотя, говорит, мы когда-нибудь его отрендерим. Может быть, где-то там в США он его и рендерит, но до Украины это точно не доходит. Вот так вот. Что делать? А, да, пример, как это может быть. Вот на JS сделана страничка. Вот она, как видит ее пользователь. Вот как видит бот. Видите? То есть пустота для него. Что-то там он увидел, но в основном пустота. Раз пустота, значит, ни о каких первых позициях речи быть не может. Что делать? Ага, это как код еще выглядит, хотел показать. 19 строк, да? Строк. Это страничка сайта. 19 строк. Никакого тут нету. Вот это из работы UAC, кстати. Видите, title тоже неправильно. Это не главное сейчас у меня страничка показано. Какая-то другая. Ну, то есть по этому коду бот вообще ничего не поймет, о чем она и ни на какие позиции нас не выведет. Что делать? Используем технологию SSR. Сервер-сайт-рендеринг. Вот она внизу показала, как она работает. Когда браузер. Браузер – это клиент. Мы ему отдаем вот этот 19 строк, который я показал выше с JavaScript, он его рендерит, ну и как бы видит там полностью весь контент. А боту? Бота мы определяем по юзер-агенту, да? Юзер-агент Googlebot или google.com. В общем, мы определяем его таким образом и отдаем ему отрендеренный статический HTML со всем контентом, который должен быть внутри. Текст, фоточки, ссылки обязательно все, которые на страничке. Все ссылки в теге A должны быть, ахрев, да? Иначе он не воспринимает их, он только так их понимает. Все в ахревсе должно быть. Итого, здесь вот важно я все вывел. Почитайте, пожалуйста. Я вам расскажу только вот последний пункт. Контент, отдаваемый боту и людям, может немного отличаться. Если мы вот этот SSR настроим, сервер-сайт-рендеринг. Сами представители Google сказали о том, что нормально, если он будет отличаться. Это не будет считаться клакингом. Клакинг – это нарушение, обман. Когда мы можем отдавать Google боту продажи цемента, страница продажи цемента. Человек заходит, а человек видит казино. То есть вообще не то. Естественно, что человек сделает? Нажмет кнопочку «Назад» и вернется на поисковую выдачу. Вот по вот этим вот возвратам на поисковую выдачу Google определяет, все ли ок со страницей. Если этих возвратов будет много, значит подозрительно, значит может быть флаггинг действительно. Такие сайты банятся и выкидываются из поиска. Если возврата нет, то значит он ожидал цемент, он получил цемент. Пусть оно будет немножечко отличаться, там было заголовочек, не знаю, цемент в Украине, а получил цемент только в Киеве. Ну ладно, это примерно то, главное, чтобы возвратов не было. Проблема из коробки. Так, с какого мне времени осталось, скажите? Пять минутчиков. Проблема из коробки, дубли товаров. Да, вот эта вот штука, которая походу сразу появляется. Один и тот же товар по умолчанию имеет несколько урлов. Я его покажу, наденем. Казахстанский технодом на Мадженте сделан. Это в Казахстане самый крутой интернет-магаз электроники. Вот морозильная камера. Ларь Блюса, смотрите, обратите внимание, урл какой, да? Бетовая техника, шах, хранение продуктов и напитков, морозильные камеры. И дальше название товара уже. А вот то же самое, когда есть портал, страница портала. И страница самого товара. Ну, то есть вы видите, насколько они все отличаются. И все доступны. Вот мы открываем. То же самое, получайте. Страничка той же морозильной камеры. Другой урл. Заголовки одинаковые, контент одинаковый. Посмотрим сюда, как они это решили. Да, походу, никак. Да. Все открыто. Индекс фоллоу, каноникал. А вот каноникал стоит. Каноникал стоит на какую-то другую страничку. Это решение, которое сделано было уже после релиза. То есть найти надо было еще эту проблему. Все вот эти вот дубли устраняются каким образом? Ну, это в данном случае на Технодоме сделали. Поставили ссылочку каноникал на какую-то одну из них. Какую из них выбрать? Ага, да. Это рассказывает, почему это плохо. Почему вообще, да, дубли это плохо? Вот, неочевидные. Такой вопрос. Препятствуют, ага, ага, ага. Усложняют анализ элементов сайта техническими специалистами, маркетологами, руководителями. В той же Google Аналитике нифига не понятно, куда человек пришел и где он потратил денег. Запускаешь, например, рекламу, на какой из этих урлов ввести клиента, когда их 6 штук. Непонятно. Так же самое в Google поиске, в бесплатном, да. Google просканировал все эти странички. И какую из них ему показать по запросу пользователя. Он не понимает, они все одинаковые. То, что урлы разные, ну, это просто разные странички. Но контент одинаковый, он не понимает, какую из них показывать. Если в таком случае, если есть дубли, он все эти странички, все 6, будет опускать вниз и никакую не покажет на первой страничке поисковой выдачи. Вот чем плохи дубли. Надо все дубли устранять. Да, поисковая система расходует больше ресурсов для сканирования. Ну, представляете, да, то есть в 6 раз больше. Вот у них было в индексе 100 тысяч урлов, стало 500. Из них 400 вот эти вот мусорные дубли. Это... Если Google тратит много времени на сканирование, он сайт по головке не погладит, так сказать. Он будет наказывать за это. Это для них большая проблема. Да, Canonical он решаем. Canonical склеивает... Ну, он объясняет Google, что смотри, эта страничка имеет дубль, и вот та другая, она самая главная. Вот ее бери в поиск, она пусть участвует. То есть эта ссылочка Canonical указывает, какая из дублей самая главная. Так, 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 мета-робот слоу-индекс. Это тоже вариант. Просто от индекса позакрывать все дубли, один вариант выбрать, все остальные открыть. Редиректы и т.д. Но они не снимают всех вопросов. Имеется в виду, что Googlebot все равно будет их находить и сканить, и расходовать свой ресурс. Да, он не будет... Эти странички не будут попадать в индекс, но ресурс-то расходуется. Он доволен этим не будет. Так, оптимальный способ. Это... Ну, какой из них выбрать, да? Когда просто у нас название товара без категории. Самый подходящий вариант. Почему самый подходящий вариант? Потому что вдруг у нас товар будет в нескольких категориях. Один товар в нескольких. В первом аженте это нельзя. Может, я не прав, вы, конечно, лучше знаете. Но нам клиенты говорили, что в первом аженте это нельзя. Вот мы переходим на второй чуть ли не... Потому что мы хотим один товар в несколько категорий запихивать. Две минутки у меня. Я вообще сейчас... Это уже, кстати, конец. Так, 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 так. Не застану. Да, вот здесь проблема в том, что у нас же в Урле нет шага категории. И, соответственно, если я в Google Analytics хочу, ну, я или клиент, да, хотим как-то отследить, как много посетителей было на эту категорию, как много она принесла денег клиенту. Мы там пишем, ну, кусочек Урла. Да, регулярными выражениями пишем, что вот, покажи мне все странички с таким-то кусочком Урла, сколько людей зашло на него. А в данном случае, ну, нет никакого общего кусочка Урла у всех этих товаров. Мы не можем отследить заходы на товары какой-то определенной категории. Вот в этом проблема в отслеживании, если мы сделаем такие Урлы. Поэтому часто делаем все-таки, ну, избирательно там категория товар. В данном случае сделано портал категория товар. Он удобен, понятен, но может быть очень длинным. Дубли товаров. Да, конфигурируемые товары. Вот, да, когда мы выбрали, например, у Айфона цвет красный, еще какие-то параметры, формируется новый Урл, и у этого нового Урла тоже 6 дублей. Получайте, распишитесь. То есть это очень плохо. Понимаете, да? То есть как вырастает количество страниц для Гугла в нашем сайте из-за этих дублей. Оптимальный вариант. Делаем единственный доступный дубль с кодом ответа 200, содержащий индекс фоллоу. Canonical он со ссылкой на себя. Все странички сайта должны содержать canonical. Если нет никакого дубля, на который он должен указать, указываем на себя. Зачем это делается? Если мы рекламируем сайт, во всех рекламах в конце добавляется идентификатор объявления какой-то, чтобы понять, откуда пришел человек, там какой-то айдишник добавляется. И вот Урлы с этим айдишником тоже прекрасно индексируются, и Google тоже может посчитать их дублями. Если стоит canonical сам на себя, он устраняет эту проблему. На них на всех будет указано, что, извини, друг, эту страничку не индексируй, а индексируй вот ту вот без идентификатора. Этим нужен canonical. Так, все, это последняя фишечка. И теперь я покажу еще одну штуку, которую хотел вам показать. Проблема из коробки тоже. Это проблема с пагинацией. Вот здесь она, в принципе, решена. Но я вам покажу вообще, что происходило. Итак, смотрим. Мы сейчас на первой страничке категории. Смотрим на Урл. Плитка для педлоги. Заходим на вторую. Здесь появляется Урл П2. Это новая страничка. Она склеена canonicalом с первой. Вот она. Склеена canonicalом с первой, чтобы не дублировалась пагинация. А теперь я хочу вернуться на первую. Вот она ссылочка, да? Наводим мышки. Слева же появляется у нас ссылка, куда она ведет. Смотрите. Она ведет не на страничку категории, а на страничку P равно 1. Переходим на нее. Назад, когда, да? На первую возвращаемся. Чудесно она открывается. Новый Урл у нее. И если ничего не делать, это четенький дубль страниц и категории, которые индексируются, участвуют в поиске и мешают остальной страничке. И которые еще попробуй найди. Поэтому вот этот момент нужно помнить. То есть у всех сразу в ходу есть проблема. Его надо сразу фиксить. Здесь так же само пофиксено путем простановки каноникала на страничку без P1. Так, у меня все. Смотрим, что у нас тут есть. Ох, ох, ох. Сколько тут вопросов. Да, Саша, тебе там немножко насыпали. Ничего себе. Если ты позволишь, я буду выступать в роли задающего вопросы. Давай, давай. Чтобы у нас было в виде диалога. Так, первый вопрос. Это от Евгения Мазок. Убираем лейзи лот картинки. И PHP начинает ругаться на большой объем передаваемых данных картинок и просит вынести их в лейзи лот. Как быть? Да, это по умолчанию он всем такое рекомендует. Ну вот у них так запрограммировано. Они считают, что если лейзи лот сделаешь, все будет хорошо. Да, лейзи лот нужно, но не для первых изображений в первом экране. Только их исключаем из лейзи лота. Все остальные будут вырузиться лейзи лотом. Но не по скроллу, да? По появлению в видимой области. Да. Хорошо, спасибо. Вопрос от Ивана Бодря. Какой экстеншен для работы с Google Tag Manager можете посоветовать? И есть ли преимущества Headless, Magento, BE плюс React, FE? Ой, я вот это вот не понимаю. Есть ли преимущества? Я вообще даже вопрос не понимаю. Я думаю, да, речь, наверное, про ту ситуацию, когда ты показывал скрин с работы UAC, где всего лишь 12 строк кода. Да, да. То есть Headless, большинство Headless тоже будет какой-то такой контент отдавать в углу. Поэтому, я думаю, вопрос был в этом разрезе. Но, да, я тут, наверное, зря задал сразу оба вопроса, потому что мы пропустили первый. Какой экстеншен для работы? Экстеншены? Да вот они у меня установлены тут. Вон, Tech Assistant Legacy. Видно вам, да? У меня же демонстрация еще идет. Да-да. Вот он, Tech Assistant Agency. Что-то тут у меня... Ага. Да все, наверное. Вот я им только пользуюсь, в принципе. А так, когда в Google Tech Manager заходишь, надо же залогиниться в него. В браузере внизу появляется целое окно, в котором можно работать и смотреть, какие события отправляются в GTM при клике или там в скролле. Прямо они сразу внизу видны. Но надо быть залогиненным в кабинет с GTM. А если речь про какие-нибудь модули для Magento 2, возможно, есть какие-то рекомендации? Нет, нет. Я таких не знаю. Хорошо, спасибо. С твоей точки зрения и практики, какой движок или CMS наиболее оптимизировано с точки зрения SEO из коробки? Да, ну, нет таких, которые с коробки оптимизированы. Есть один, да, я им пользуюсь. Он вы его, по-любому вы его не знаете. Называется он Guru CMS. Это российские ребята разработали, и на СНГ они в основном распространяют его. Вот они пытаются как-то действительно оптимизировать и под SEO, и под скорость. Но он очень редкий, да, мало кто знает. Guru называется. Хорошо. Что еще? Вообще мы всем клиентам, ну, если у них там больше 10 тысяч товаров, больше 50, да, рекомендуем Magento. Почему ее? Потому что кастомизируется очень хорошо. Мы же можем напридумывать всяких блоков невероятных, и нужно все-таки делать, ну, чтобы это было возможно, внедрить. Magento это позволяет, это хорошо. Bittrex еще есть конкурент, да, для больших интернет-магазов. Очень дорогая разработка, дороже, чем у Magento получается. То есть дорогие разработчики сами, и вот куда ни ткнись, куда, что ни захочешь сделать, платные модули, платные еще, все-все-все. И сам движок, по-моему, тоже платный, да? Я вот подробности не знаю. Так, давайте дальше. Если 80% интернет-магазинов в красной зоне, значит ли это, что показатель не так критичен для продвижения? Ага. Значит, ребята из Google в сентябре объявили, что вводят вот эти коры в WebPitals, введут их в МАЕ, и они будут влиять на позиции. Но как они будут влиять, никто не знает. Они сами об этом не знают. То есть я постоянно слежу о том, что они говорят по этому вопросу. И вот последнее, что они говорили в феврале, они говорят, мы как-то будем учитывать, что страница соответствует зеленой зоне, но как, мы еще до сих пор не знаем. Возможно, мы просто добавим значочек на выдачу, какая-нибудь молния, да, что типа сайт быстрый, и все. То есть, но многие вокруг разработчиков, я вижу, те, кто на этом пытаются как-то заработать, они говорят, что это чуть ли не самый важный показатель для сайта будет. Кто в красной зоне, тот, значит, не ждите топовых позиций. Вот неправда это. Вероятнее всего, что скорость будет влиять совсем чуть-чуть. То есть процентов там на 5. Вот так вот. Потому что есть намного более важные параметры, странички, которые действительно важны для пользователя. Самое главное – релевантность. Это то, что соответствует ли страничка намерению пользователя, что он хотел бы увидеть. Вот как я привел пример, да, хочу купить цемент, значит, скорее всего, я хочу увидеть интернет-магазин цемента в своем регионе. Если что-то другое, то страничка в первых позициях не будет. Хорошо. Спасибо, Саша. Вопросы. Чи есть в таком случае сенс генерировать для Google-бота ожатый CSS, оскільки для Magento 2 часто ругается на велику кількість невыкористанных стилей. Magento из всех стринок CSS лепит в один-два файлы. Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. Кандидат на лучший, кстати. И здесь мы вспоминаем, какие параметры берет Google для того, чтобы использовать в ранжировании. Он берет-то не замеры Google-бота, а замеры от пользователей. Я вот показывал здесь, что то, что мы сделаем очень быструю страничку для Google-бота. Вообще можем вырезать все CSS, сделать ему чисто белый текст на белом фоне, ну, черный текст на белом фоне. Она моментально загрузится. Он такой, эгэй, все зеленое, но будет все зеленое чисто для него. И эти параметры никак не будут влиять на позиции. Только от пользователей статистика. Хорошо, спасибо. И тут же второй вопрос. Че варто звертати увагу на рекомендации дуже великой кількости HTML тегів? Актуально на стринках категории продуктов. Ну, на хомяке тоже такое часто видишь. Толегуанда контента генеруется, и, соответственно, теги. Так, ну, это имеется в виду, наверное, сложная структура дом, да? Да. Вот, да, каждый узел дом генерирует нагрузку на центральный процессор пользователя-компьютера, ну, компьютер-пользователя, либо мобилы, откуда он заходит. Да, лучше сокращать. Но когда мы оценивали, насколько важен этот фактор, оказалось, что сократить количество этих узлов настолько дорого, ну, то есть это прямо все перепиливать, переписывать, оно не даст того профита для клиента, чтобы он потратил целую кучу денег на это. Ну, то есть нерентабельно просто очень сложно реализовать. Вообще, да, вы правы, чем меньше, тем лучше. Если на этапе разработки вы этого учтете, вам клиент спасибо скажет. Саша, наверное, ты уже на этот вопрос ответил, но все-таки повторю, что это за расширение у тебя в браузере. Мне тоже было интересно. За экстеншен, не имеется в виду. О, еще я вам просто ссылку на него кинул. Да, кидай в чатик, и я тогда показываю следующий вопрос, насколько критична, и что попадает в поисковую выдачу, если economical URL отдает 404? Ага, если та страничка, на которой идет economical, отдает 404. Ой, тоже хороший вопрос, кстати, молодцы. Мне нравится. Вероятнее всего, никакая. Не та, с которой он отправляет нас, не финальная. Потому что та страница-источник, которая нас отправила на 404, на ней стоит canonical не на себя, и он так и напишет у себя в серч-консоли, есть Google-серч-консоль, да, инструмент для веб-мастеров. Мы можем проверить, почему та или иная страничка не попала в индекс. Он скажет, прям так и напишет, что страница не каноническая. Все, до свидания. То есть не та, не та, скорее всего, не попадет ответ. Хорошо, спасибо, Саша, за ответ. Последний вопрос на сегодня. Скорость загрузки же влияет косвенно на поведенческие? Отлично. Да, влияет, конечно же. Если человек при первом ходе, мы, кстати, пытаемся оптимизировать скорость именно в замете первого экрана. Все параметры, вот эти три штучки, да, LCP, FIT и что там, сдвиг кумулятивный, они только для первого экрана заменяются. Понимаете? Соответственно, нам нужно, как только человек из поиска переходит на наш сайт, как можно быстрее ему показать что-то полезное, чтобы он не ждал и не решил нажать кнопочку назад. Вот нажатие кнопочки назад и есть наши поведенческие. То, что в первую очередь отслеживается гуглом, это возвраты на выдачу. Вот если он вернулся, ему что-то не понравилось, скорее всего, это сработает как негативный поведенческий, и мы потихонечку уползем вниз. Поэтому нам нужно быстро отдавать пользователю, ну, то есть заинтересовать, захватить его вначале, а потом, если у нас сайт будет потом тупить, то уже вопрос другой. Главное вначале ему дать, потому что быстрее.